Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. Меня зовут Юрий Азаровский. И сегодня к нам пришла для наших дорогих солдат посылка из Германии. То есть из Германии поддерживают наших солдат. А некоторые уроды, которые у нас здесь снимают видео, рассказывают своим подписчикам о том, какие они красивые и знаменитые, не хотят поддержать наших солдат. Делают так, что типа это меня не касается. Вы предатели и сволочи. Друзья, вот так вот выглядит посылка. В ней 20 с лишним килограмм. Она пришла от Олега. Фамилию не буду говорить. Из Бремена, Германия. Ну, у меня написано Бремен Дойчланд. Я в телеграм-канале показывал. Уже самый большой вопрос, это как ее распаковать. Интересно всем, я так понял. Потому что озвучивали, Юра, да, делай распаковочку, показывай. Нам всем хочется знать, что там лежит. У меня, кстати, были комментарии, Юра, ты не боишься там открывать посылочку? Жизнь одна. Я, честно, не думаю, что кто-то, кто смотрит меня, прислав посылку для наших солдат, захочет как-то им навредить. Ну, собственно, мы добрались. Сразу вижу здесь углошлифовальная машинка, либо болгарка в простонародье лежит. Вот такая, запакованная все. Стоит распаковать, показать, что там за болгарочка. О, хорошо, что открыл. Смотрите, здесь помимо болгарки, то есть люди использовали по максимуму батарейки. Батарейки очень нужны на фронте, то есть в любых количествах. Тем более они сейчас стоят у нас бешеных денег. Вот там, пожалуйста, набор батарейчик и бинт эластичный. Еще вот такой вот бинт эластичный и еще один бинт эластичный. Этот при растяжениях тоже очень нужная, важная вещь для наших дорогих солдат. Дополнительные щетки, ручка и ключ для затягивания, когда ставится диск. То есть в этот комплект я бы еще диски добавил, чтобы было чем пользоваться. Болгарка, причем такая довольно-таки хорошая и абсолютно новая. А еще представьте, что она с регулировкой скорости, то есть она реально как углошлифовальная машинка. То есть можно ставить минимальную скорость, можно ставить максимальную скорость. И совсем, чтобы уже... Вот так вот. Крутяк. Здесь диаметр 125 миллиметров. Сюда диск идет. Какой шикарный подарок для наших дорогих воинов. Леон аккумулятор 20 вольт, 2 ампера. Самое интересное будет распаковочка, да, сейчас. Типа зарядного устройства или дополнительная батарейка на что-то. Там что-то, значит, еще есть на батарейках, куда эту батарейку можно будет вставить. О, я помню, когда у нас Женька приезжала, привозила такие конфетки, очень вкусные. Просто такая тема. Вестмистер Ти. Это чаечек пакетированный немецкий. Влажные салфетки. Три пачечки. Ключик очень хороший. Такой мы положим, возможно, даже в машинку. Вместе с машинкой его отдать. Мы же машину будем в этот раз передавать. И вот вам еще один набор ключей. Причем ключи необычные, смотрите. То есть, с другой стороны, такие вот с поворотным ушком. Вот так вот. Круто. С трещоткой. То есть, обычный вроде ключи, но с трещоточкой. Фрукти-смешинг. Короче, это тоже чай с фруктами. Он запакован, распаковать не буду. Тоже пакетированный. Вестминстерский чай. Еще один чаечек. Он там прям очень зайдет. Особое будет посложнение выдать. 43, хотя это самый популярный размер. Такие вот ботиночки. Как раз таки, сушь, что они без утеплителя. На весну можно будет кому-то спрашивать, прям передать. И причем они, видите, то есть, вот язычок сделан так, что сюда вода попадать не будет. То есть, до сюда они у нас ватах про. Водозащищенные. Это зарядка для той самой батарейки. Давайте проверим, подходит ли. Так, вот так вот вставляется. Вот так вот заряжается. Все, пошла зарядка. Вау! Вот это подгон. Это шоколад. Шогеттен называется. Немецкий шоколад, честно, ребят, очень вкусный. Еще раз говорю, у меня мой дорогой подписчик, который уже приехал, живет здесь у нас со своей семьей. Женька, тебе привет. И жалко, что этого состава больше нет. Ну, вот такие вот вкусняшки. Ну, мне привозили Мерси. Ну, вот я знаю по тем шоколадкам, что это просто нереально вкусно. Такой вот шоколад. Солдаты прям оценят его, такой вот шоколад. Большущий выбор разнообразных шоколадочек. И еще тут впихнули парочку, влезло. Посылку набивали максимально. Я хотел диски идти покупать, а тут все уже есть. То есть, диски уже купили. Та-дам! 125 размер. Все я там правильно прочитал, даже на немецком разобрал. Что говорится, что человек работал с болгарками. Очень-очень много. Ну, это что-то типа триммера. Машинку для стрижки от Филлипса. Мы ни разу не возили такие вещи туда. По крайней мере, даже заказа не было. Но, возможно, передавали именно родители. Да, тут разные насадочки. Есть сама машинка для бритья. Она даже запакована. Что-то стричь бороду. Классно, если бы солдаты такие бац посмотрели, говорят, ой, Юра, передай это мне. Это мне. К сожалению, сел аккумулятор у меня. Мы продолжаем. Кофточка. Давайте поверить. Знаете, там ходят всякие слухи о том, что там вот, там подсыпки, что-нибудь там в одежде. Это элька, слушайте, элька на меня нормальная. Ребятам, я думаю, зайдет с кармонами, ребята. Это просто фантастика. Так что можно за здоровье солдат не переживать. Все вещи, так сказать, использую на себе. Как-то хорошее. Не знаю, насколько будет востребовано солдат, потому что у них все-таки там военная форма. Если ты будешь в гражданке, то ненароком может где-то кто-нибудь тебя там засандалить. Наколенники такого формата. Прям хорошие такие силиконовые накладочки. И еще одни такие же. Вот здесь перфермент. Нарисованы вот такие листики. Может, это какой-то типа лечебный чай. Аптечка. Даже вот так вот разбирают. Еще ножницы и пластырь. То есть это набор для перевязки. Честно, я не знаю, что делать гражданкой. Эта майка даже на меня большая. XXL. Чувствуется по рукам, что качество очень хорошее. Еще чаечек. Тоже вот так вот пакетики. Восьминстер. Еще одна. Лефрок. Называется фирма. МК. Вот такие вот штанишки. Этикетки даже все на месте. Я не видел, чтобы солдаты ходили где-то у себя в таких вещах. Поэтому для меня это немножко сомнительно. Везде все военное. Даже ты во двор там выйдешь поработать, все равно лучше что-то из военной формы грязное одевать, чтобы было хотя бы понятно, что ты военный солдат тем, кто случайно подойдет. Еще тот же чаек. Еще вот такой вот Вестминстер черный чай. Самое такое большое. Это для чего тут был нужен аккумулятор, я так понимаю. Не просто дрель. Даже как перфоратор идет. Мы сегодня все раскрываем, все пробуем. Ой, как я комментаторов увидел, ты там раскрываешь там посылки, показываешь чужие половинишь 100%. Я вот знаете, смеюсь в глаза таким людям. Вот мне интересно, вы почему по себе люди рисуете? Вот если бы вам что-то прислали, и вы вместо того, чтобы передать там все, потратить там свое время, рискнуть своей жизнью, взяли бы, начали воровать, то почему вы так же думаете о других людях? Ну это просто такой вопрос. Если вы говно, это не говорит о том, что все вокруг такие. Мне наоборот за радость привезти на фронт какие-то вещи, тем более ты не тратишь время на покупку. Смотрите, это ударный шуруповерт и просто дрель. С легкосъемным насадкой. Есть переходник на обычный битый, то есть можно закручивать что-то, можно использовать все обычный, там по металлу, либо по бетону. И с переходничками, то есть это прям шикарная вещь. Я считаю, что это очень хорошие инструменты, пускай ребятам слушат, как говорится, долго верой и правдой. То есть подсветкой. Дорогой Олег, благодарю вас за столь щедрую посылочку. Я думаю, что это непросто. Кстати, должно все влезть по ходу сюда. Эти зарядки вот так. А в этот ящичек вот так вот все шикарно помещается. Солдаты будут вам благодарны. И мне настолько приятно, что люди из другой страны, которые живут, себе там горе не знают, но переживают, и переживают нашим дорогим воинам. А те, кто с нами здесь рядом, входят в глаза, закрывают, бегут из страны и так далее. Говорят, их это не касается. Ребята, это ваши соседи. Ребята не хотели никуда идти. Это им надо помогать. Не хотите? Я бы на вашем месте уезжал. Мне просто... Лично у меня к вам такая вот неприязнь. Разговаривать с вагнарами, которые здесь проходят реабилитацию, ну, примерно то же самое. Они не понимают вас. И то же самое будет, когда придут ваши соседи, а вы чем занимались? Ладно, ребятки. Спасибо. Я пошел. Надо все это обратно упаковать и готовиться к другим своим делам. И я счастлив. Вот прям увидев вот такую помощь и с другой стороны. И я невероятно счастлив. Спасибо. Олег от души всей вашей семьи и Германии, и тем, кто с нашими ребятами. А, про посылки хотел еще добавить. Смотрите, на почту мне сказали, что от нас посылки за рубеж не выходят, а за рубежа к нам спокойно приходят. Наши принимают их, и все работает очень даже хорошо.